Большая уборка на Крайнем Севере. На предприятиях Норильска началась инвентаризация. Это ежегодная процедура, когда металлургические производства останавливают работу, чтобы убрать свои участки. Почему пыль в Норильске не выбрасывают, а складируют? Причем тоннами. Узнайте в сюжете далее. В Новый год и сам ступи чистым, и место рабочее прибери. Работница Норильского комбината Мария Тихонова станок сменила на тряпку. Ее участок – настоящий зеленый уголок. Все нормально, также все зачищается по тряпочку, все мешалки, которые у нас существуют, все сборники, все оборудование, чтобы блестело. Причем натурально блестело, а не фигурально. Сегодня большая часть металлургического цеха остановлена. Генеральная уборка идет почти на каждом участке медного завода. Это фильтр-пресс. Теперь он блестит, как новенький. После водных процедур оборудование покрывают кусками ткани, словно обтирают железное тело банным полотенцем. Мы как бы подбиваем все то, что у нас остается в фильтр-прессе, вычищаем, сдаем это все, инвентаризируем с комиссией, с АТК и продолжаем снова работать. Дальше, да, уже на чистом оборудовании. Большая уборка для цеха – это зачистка технологических линий, мойка стен и полов кислотными растворами, воздухом, паром и водой. За год на участках скапливается около 15 тонн пыли. Не простой, а драгоценной. Практически каждая пылинка на вес золота и потому подлежит строгому учету. За чистотой следит контрольная комиссия, которая и проводит инвентаризацию. На сегодняшний момент остановлен плавильный, остановлен электролизный, частично остановлен обжиговый участок. Сданы на сегодняшний день обжиговый, селеновый участки для осаждения. Металлурги годовой план выполнили, а впереди еще большие планы. Так, например, к 2014 году здесь построят новую экологичную дымовую трубу и принципиально пересмотрят структуру самого металлургического цеха, что сделает производство более чистым. Дамир Гайфулин, присодействие телекомпании «Северный город» Норильск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова